Музыка Кто бы хотел сделать пластическую операцию? Ну мы вот не говорим, просто такая статистика. Ага, я бы хотел. То, что сейчас большой интерес к пластической хирургии, безусловно, но мы сегодня говорим о теме фейслифтинга. Насколько важно не решать какую-то конкретную проблему, а решать проблему конкретного человека? Фейслифтинг в вашем понимании это все-таки что? Завулированный вопрос. Могу сказать о философии подхода к любой операции, также и фейслифтинга. Принципиальным этой операцией, как и в любой абсолютно пластической хирургии, является то, что я говорил, ваши родственники и близкие, которые вас видели неделю назад, если мы говорим о фейслифтинге, две недели назад. Бывают варианты, конечно, но в среднем это две недели, да, о социальном периоде, через две недели вы появились, и ваши родственники посмотрели, и что-то вы съездили в санаторий, или что-то произошло, вы замечательно выглядите, но они не должны догадаться, что у вас была пластическая операция. Вы должны остаться с собой, такой же, как просто 10-15 лет назад, без изменений черт лица. Это принципы любой пластической операции, и я стараюсь так оперировать, и, в общем-то, все технологии в операции, потому что, может быть, я разбею миф, и многим так хочется казаться, что пластический хирург художник, но это ужасный обман, потому что пластическая хирургия – это четкая наука, абсолютно математически-геометрическая наука, технологическая наука, да, и, собственно, профессия. Абсолютно рутинный процесс любой операции классической, и тогда мы можем добиться стабильного результата. Если пластический хирург говорит, что я очень хорошо рисую, знаете, можно нарисовать и там выкинуть холст и перерисовать, а человека не перерисуешь, это совсем разная ответственность, да, потому пластическая хирургия – это очень четко, точный набор технических каких-то навыков хирурга для решения той или другой задачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...